Перспективному белорусскому атлиту Диме Ходосу 17 лет. Перелом позвоночника во время юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике разделил жизнь спортсмена на до и после. Уже 4 месяца парень прикован к больничной койке и еще не скоро сможет заняться любимым делом. Дима был готов на эти результаты, он очень даже готов. И тем более такой устремленный парень, его не надо было заставлять на тренировках. Все время только останавливали. Я был в зрительном зале и все вот это случилось на глазах, это как-то ужасно, до сих пор ужасно. Трагедию видели не только болельщики на стадионе. Первенство тяжелой атлетов в прямом эфире показывали главные спортивные каналы мира. Мама стала свидетелем травмы дома. Чувствую я себя нормально. Что в 3 часа приходят делать процедуры, практикализатор. Сюда кушетка такая заезжает, поднимает. Хочу ходить, буду ходить. Любовь к тяжелой атлетике у Димы проснулась еще в 8-летнем возрасте. В 2016-м поступил в училище Олимпийского резерва. Сейчас педагоги помогают не отставать по программе. Проводят занятия онлайн. Впереди выпускные экзамены и ЦТ. Юноша мечтает поступить в БГУ ФК. У него сложное положение. Будем искать еще страны и врачей, которые смогут вообще сделать его входящим. Можно сказать, прозванием много клиник. Друзья, сплошь титулованные спортсмены, не забывают коллегу ни на минуту. Держат связь 24 на 7. Ты большой молодец, что ты терпишь это все, что ты сражаешься, не сдаешься. Без тебя на самом деле тут не так уж весело. Все за тебя очень переживаем. Все у тебя получится, все в твоих руках. Главное, не сдавайся. Мы верим, что он встанет. Мы надеемся на это. Врачи обнадеживают. Шансы встать на ноги есть. Операция и реабилитация стоят дорого. Помочь Диме может каждый. Реквизиты на экране. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бабрюск 360.